здравствуйте друзья вопросик хотел бы услышать размышления на тему непривязанности человека к определенному месту жительства рождения и легких перемещения за мечтой работой это понятие и собственно менталитет с годами значительно изменились склонившись к менее осетлому образу жизни менее осетлого все меньше людей молодого поколения привязаны к родине своему городу родительскому гнезду еще более интересен взгляд и точка зрения более старшего поколения оправдывающих нежелание двигаться съезжать менять работу очень неясны истинные истоки нежелания и оседлости логически все указывает на надобность передвижения а по факту человек не хочет как это другие распространенные моменты это недовольство работой и в то же время нежелание найти другую или же отсутствие работы но и нежелание переехать туда где она есть может это страх а может как многоточие идея отсидеться на одной должности и в одном месте все более устаревает в нашем динамичном мире это теряет смысл ну и как в классике есть третья категория те кто в свое время с фанфарами салютом и неумолимой гордостью упустили возможность набраться навыков и сейчас страдая сами уверяют других не рыпаться что сказать друзья значит в этом вопросе есть как бы два элемента значит первый элемент очень общий то есть вот человек оседлость стремление к перемене мест и так далее то есть как бы очень очень широкий такой аспект вот я бы хотел в рамках этого широкого аспекта остаться потому что на самом деле когда вопрос уже дочитываешь до конца то выясняется что вот начало было широким а уперлась все это в то что кто-то не успел навыков набраться и теперь ему трудно следующую работу там искать или там еще чего-то хотя вопрос оседлости или там скажем стремление к перемене мест совершенно никак не связан там с навыками которых кто-то не успел набраться там и так далее все таки это очень очень большое дело значит давайте мы по широкому кругу человечество существует сегодня в том виде в каком она существует только в том плане в каком человечество все это двигалось куда-то от каких-то менее хороших условий каким-то более хорошим условиям изначально люди расселились по земле просто потому что население росло а еды не хватало вот то что можно было получить там собирательством такой простенькой охоты рыбной ловлей но вот что там люди как они жили там яички по гнездам собирали не не получалось много и они потихонечку расселялись ашлы шла борьба шли войны за более удачное место под солнцем там где рыбки больше там где может там не знаю чего еще климат получше и сказать что вот человек двигался от того что у него такой неутомимый знаете был зов к перемене мест или он там времени лучше соответствовал нет человечество двигалась потому что хотела кушать то есть был был мотив серьезный как бы фактически мы говорим о выживании поэтому так если мы уж совсем далеко пойдем если мы смотрим на нас сегодня особенно на поколение может быть но два-три поколения перед нами соответственно многие из вас могут накинуть одно или даже два поколения по сравнению со мной да то есть там кто-то из вас мог бы быть там в возрасте моих внуков но не реальный внуков а вот допустим тех если вам до 20 то я бы я мог бы в принципе внуков таких иметь соответственно можно мне одно два поколения накинуть я говорю про пару поколений относительно меня вверх и пару поколений вниз то тут вот как бы так динамик то динамик то набирает обороты понимаете если допустим там наши дедушки мои дедушки бабушки вот они однажды чему-то научились по жизни профессию приобрели и вот это собственно и было на всю жизнь а что там менялось вот и вот помню врачи вот врачей собирали там был институт повышения квалификации врачей и врачи раз там я не помню в пять лет туда собирались им повышали квалификацию понимаете а вот инженером механиком например такую квалификацию не повышали а вы посмотрите сегодня на инженера механика например который один там сидит с каким-то токадом но я я нам инструментов его не знаю ну допустим пусть будет а так от как обобщенный такой инструмент и он сегодня производит больше чем допустим вот когда я в кабы работал они так давно и было ну сколько там 30 лет назад вот я работал в кабы и там отдел целый сидел там чек 40 он сегодня в одиночку сделает больше чем тот отдел из 40 человек но это же инструмент он все время меняется и на все время учиться поэтому получается что мир становится более динамичным я больше скажу если мы хотим получить совет от родителей я уже не говорю там про дедушек и бабушек то за исключением того что может быть в целом по жизни разумный совет ну там типа там будь честным там да там проживи свою жизнь они чужую там друзей не придаем там мы вообще никого не придаем и тогда вот вот за пределами этих так сказать философских истин приближающихся к библейским а что можно сегодня вот передать молодому поколению вот что эти люди которые жили в совершенно в другом мире что они могут сказать то ну такого но вот но но пайтон или руби пойдите к бабушке вы исправить бабушки и спросите у нее пайтон или руби лучше вам бабушка скажет понимаете ерунда какая-то или вот меня там часто спрашивают куда идти компьютер сайенс или компьютерная инженерия или информационные технологии или там что-то там безопасность чего-то это что за слова таки вообще откуда не взялись давайте поэтому динамично динамичненько все понимаете вот и всегда когда динамичные времена особенно когда динамичные времена ярко видны две таскать философии две группы населения одни говорят будем стоять насмерть значит может быть вернется вот а другие говорят надо что-то делать вот и сейчас буквально вот мы смотрим а когда станет лучше это вот цены на нефть не могут быть все время низкими но как бы хочется верить что не могут быть низкими все время давайте поднимутся и будем жить хорошо а другие говорят давайте что-то делать ну что же нельзя же так только я только на нефти это всегда есть это всегда было в кризисные времена люди начинают предпринимать какие-то действия но человек так устроен вообще мир искать живой так устроен что если не нужно совершать каких-то телодвижений то и он и не совершает вот допустим там лев там сажал чего-то и лежит найти на солнышке лежит и лежит и но надо будет еще покушать он станет поет еще покушает а чего ему так то это же расход энергии какой-то чего он будет расходовать энергию если как бы ему вроде нужды такой нет это только люди убивают друг друга миллионами без всякого желания съесть у животных нет такого они рациональны значит мы как биологический вид человечества как биологический вид существует только потому что мы исключительно разнообразны и когда что-то происходит климатическое или там политическое или еще какое кто-то из нас погибнет а кто-то из нас выживет потому что вот какое-то из наших качеств в этот момент окажется главным выживание поэтому в разных условиях разные люди выживали по-разному и так далее и вот мы несем на себе весь этот генофонд колоссальный человечество поэтому я бы не сказал что кто-то вот он прав в том что у него движуха на уме а другой не прав в том что он предпочитает не двигаться и сидеть на месте иногда сидеть на месте лучше для выживания а иногда сваливать надо для выживания допустим вы говорите люди перед вот например там 905 году 1905 году были еврейские погромы в российской империи не повсеместно конечно в некоторых местах и это побудило массу народа сняться уехать в америку к счастью тогда не было проблем с визами там вот тогда взяли уехали опять же очень в этом смысле история евреев конечно это большой материал для изучения так вот двигались и двигались и двигались и кто-то двигался потому что там международной торговлей занимался а кто-то двигался потому что спасаться надо было в древнем риме вот если мы почитаем там где-то в его времена христа в древнем риме проживало 100 тысяч евреев не потому что от преследования бежали потому что экономически значит занимались вот торговли а а потом от немцев потом по всякому бывало так вот кто был прав кто остался или или кто ушел от немц а бывает что вроде и ушел и все равно попался вот из 500 тысяч евреев германии момент на момент когда гитлер пришел к власти из 500 тысяч 400 уехали а вот 100 тысяч я даже не знаю или они так сильно любили германию или они просто денег не было возможности уехать не было тоже бывает значит 100 тысяч осталось 500 тысяч а 400 тысяч уехала но 400 тысяч уехали во францию многие и во франции снова попались к немцам поэтому давайте нет нет такой уж прямо философии вот это правильно это неправильно значит кто-то выжил кто-то нет тот кто выжил дал потомство значит это потомство несет на себе какую-то генетику которая в будущем поможет не поможет мы возвращаемся к теме прожить свою жизнь если ваша жизнь например состоит в том чтобы двигаться в поисках лучшей работы более жирного куска какой-то я не знаю каких-то перемен возможностей там и так далее если это ваша жизнь живите ваша жизнь получаете от нее удовольствие самореализуетесь и так далее чего вам смотреть на всех остальных людей которые совершенно не обязательно живут вашу жизнь у них своя и их жизнь может совершенно не обязательно состоять в том чтобы там бороться за более жирный кусок или там я не знаю за какие-то оппортюнити с ним достаточно партийницы мне надо ничего у них есть все у них уже все есть они живут у себя в стране они говорят на родном языке им даже не надо учить иностранного они живут на земле там своих дедов и прадедов и они как и есть люди для которых вот это вот связь землей на которой они живут исключительно важно кому-то она не важно а кому-то важно а чего чего нам на них это самое пальцем показывать вот они такие они другие ну и чего поэтому и те и другие люди нужны не то чтобы вот все должны куда-то двигаться порассуждайте о том что все должны двигаться и навыки приобретать с навыками проблема потому что сейчас это дело не в навыках сейчас дело в образовании в целом вот у нас полно ребят молодых которые пишут все время что вот мол образование ничего не стоит что ничему не учат там и так далее и так далее а я смотрю вот сейчас без образования никуда вообще никуда вот в америке я рассказывал вам статистику тут недавно опубликовали значит здесь 2010 года когда вот начали экономика начала из кризиса выходить значит было создано 11 миллионов рабочих мест из которых только 80 тысяч новых рабочих мест 80 тысяч из пяти из 11 миллионов рабочих мест достались людям у которых образование средняя школа а все остальные достались людям у которых больше чем средняя школа не обязательно бакалавр или мастернуть но больше вот там есть такая категория сам калыч сам калыч сейчас даже официанткой понимаете если есть возможность возможность от кого-то более образованного я не говорю phd не дай бог но все равно значит возьмут вот более образованность в среде штатах пара месяцев назад количество людей с хай скул дипломом и меньше со средним образованием значит впервые количество занятых стало меньше чем всех остальных вот и сейчас меньше 50 процентов а больше 50 процентов сегодня это люди которые уже имеют какое-то образование сверху на среднее поэтому это не вопрос навыков это не вопрос того что надо сегодня выгадать выиграть обойти других на короткой дистанции вот там python или руби или вот такой-то или еще какой-то тут там еще чего-то все эти хохмочки существуют ровно в той мере в какой население вот в целом не осознала но я сейчас про сша говорю не осознала потребности двигаться и получать образование какое-то среднее специальное высшее и тогда почему так сильно не хватает программистов что что там за интеллект такой нужен или там айтишника в целом что вот вот эти вот люди которые вокруг ходят они что не могли бы да им пофигу все понимаете они живут в каком-то мире который был и и поколение назад и два поколения 3 пока они вот где-то там живут и вроде так понимаете но получается интересная история сегодня если ты вот на такую зарплату живешь и в таком мире живешь вот вот тут где мы с вами сейчас едем вот вы видите что творится там такая полусельская местность в этой полусельской местности ты не можешь работать парикмахером и купить дом его два парикмахера вы не можете купить дом и даже квартиру вы не заработаете мир изменился понимаете деньги сегодня у тех кто с образованием я не говорю большие деньги я говорю ну ну такие которые позволяют жить комфортно опять что за что за комфорт если тебя там картошка в мундире и те уже комфорт и там соломенный шалаш конечно ты можешь вот этот downshifting такое произвести и так далее мы же не об этом поэтому вот эта динамика колоссальная она приводит к тому что сегодня например там пять процентов населения могут обеспечить остальные 95 населения процентов населения на том уровне на котором допустим вся страна работала скажем 75 году ли там будет восьмидесятом конечно мы не хотим жить сегодня так как мы жили там 30 лет назад но как вам сказать конечно но я просто к чему говорю все все больше и больше становится невостребованных людей они не нужны никому так так сильно так быстро растет производительность труда что они не востребованы конечно мы можем сокращать производить продолжительность рабочего дня мы можем много чего там еще придумать но вопрос то в чем если ты хочешь быть востребованным не на уровне кофе принести с булочкой и салфеточкой шаркнуть понимаете а на уровне того что ты реально востребован ты нужен в этом мире в этой жизни ты нужен надо получать образование вот вот и все иначе ты будешь за бортом и вот это существенно это принципиально это важно будешь ты двигаться с места на место там географически я понимаю так что вопрос не в основном то не о географическом перемещении потому что когда у тебя есть образование когда у тебя есть вот востребованность когда идет глобализация экономики когда тебя могут транснациональные компании когда ты можешь работать в офисе там в цюрихе а там следующие пару лет в лос-анджелесе следующие пару лет в сингапуре этого все больше и больше и больше когда появляется работа онлайновая если ты знаешь что делаешь значит сейчас появляется много такой работы и соответствие человека меняющимся вот этим обстоятельствам подготовленность к жизни вот в этих меняющихся обстоятельствах вот это и есть самое главное я не помню рассказывал или нет когда-то был журнал такой лежал вот во всех местах такой бесплатный там компьютеры собирали и там реклама по сборке компьютеров таких кастомизированных там под твою спецификацию и и там была картиночка такая карикатурка не карикатурка ну рекламка такая в общем курсы какие-то там были которые чему-то такому обучали и вот там было надпись там была такая do not be a road kill on the information super highway road kill это зверушка подбитая машиной на дороге все время какие-то там еноты барсуки там они белочки значит это был термин очень популярны информация супер хайвей то есть информация вот этот мир в технологии не будь зверушкой подбитый на этой дороге ну то есть возьми курс там чего-то их мысль такая была так вот когда мы сегодня говорим о где ты живешь как ты живешь приверженность там стране этому тому десятому двадцатому мир сегодняшний несется со страшной силой и вот не бить зверу не быть зверушкой подбитый транспортом который там движется а быть в этом транспорте может быть даже придумывать этот транспорт улучшать его обслуживать там я не знаю вот вот в этом и состоит приспособляемость в сегодняшнем мире если ты хочешь быть на половой если ты хочешь эффективно функционировать вот этим надо озаботиться а конкретно там руби шмуби навык такой навык сякой это пыль на сапога абсолютная пыль на сапога и человек движется тогда когда его жизнь заставляет то есть когда его заставляет он хочет не хочет пойдет двигаться вот когда пожар в лесу ты побежишь к воде вот хоть и что делай вот сейчас в южной калифорнии там пожары 20 тысяч человек пересилили там убрали из зоны пожар а там каждый год эти пожары не я вот думаю что они там живут вообще вот в этом месте там как каждый год горит значит одни люди говорят я вообще там жить не буду другие говорят а я буду а вот вроде пожар вроде уже теперь не живут или куда они потом денутся сложно все сложно поэтому я бы я бы не сводил вот это все к извечному вопросу пайтона или руби просто смотрел бы на себя насколько я готов там к переменам и так далее особенно молодые ребята они то будут жить в мире где не то что там каждые пять лет нужно будет что-то серьезно там перестраивать они живут где может каждый год придется если хочешь соответствовать конечно если ты на огороде помидоры посадил ходе ходе часок посадил хоть во времена моей бабушки хотя сейчас сорта получше может удобрение там пестициды естественно вот и так далее так тоже живут так тоже живут в общем на подножном корму таком все ребята счастливо я приехал пойду на работу